Доброго дня, уважаемые коллеги! Сегодня 22 сентября 2020 года. Мы находимся в хозяйстве АПК «Агромир» Новомосковского района на нашем демоучастке под названием «Зерноград». Здесь представлены три гибрида кукурузы, «Телес», «Феномен» и «Талисман». На сегодняшний момент они находятся в фазе восковой спелости. Гибриды все неплохие, то есть тонкий стержень. На сегодняшний момент растение выглядит у нас достаточно неплохо. Срок сева был 14 мая, затем 22 июня у нас была гербицидная обработка с препаратом «Илюмис» в дозировке 1,5 литра на гектар. На момент обработки не было жарких температур, повышенных фазах кукурузы было примерно 5 листьев. Учет после первой гербицидной обработки мы проводили через 14 дней. На момент учета 90% сорняков были сильно угнетены. Фиттоксичности на кукурузе не наблюдалось. Прошло уже 4 месяца, рядочки у нас достаточно чистые, сорняков нет, за исключением небольшого количества венка, который так и остался ниже среднего яруса и на питание растений никак не повлиял. То есть посев чистый, замечательный. Сейчас выросла вот такая царица полей, красавица, большой початок, мощное растение. Я думаю, что где-то через месяц она будет готова к уборке. Мы с вами находимся в новомосковском районе Тульской области. Это практически север Тульской области. То есть у нас такие широты далеко не для возделания вот такой прекрасной культуры, как подсолнечник. Но компания Сингента предоставляет технологии, когда можно вырастить вот такой замечательный подсолнечник. На данном демоучастке представлено 7 гибридов компании Сингента. Мы сейчас остановились на одном, чтобы немножко рассказать предысторию. Сев подсолнечника проходил 14 мая 2020 года. Сеялка Амазона. Ширина между рядами 70 сантиметров точечного высева. То есть сейлочка 8 рядочков. Норма высева 65 тысяч растений на гектар. Сеялка достаточно точно все это выложила. Но можно обратить внимание, что у нас с двоек нет. Растения находятся на равном удалении друг от друга, что тоже значимо для его выращивания. Вторая обработка у нас была фунгицидом Амистар Экстра. В дозировочке 1 литр на гектар. Фаза развития звездочка. То есть это примерно высота растений была вот так вот. Опрыскиватель тоже Амазона 24 метровый. Как раз он проходил неплохо. То есть растение не подминал, не выламывал. То есть обработка проведена была вовремя и в срок. Что мы можем наблюдать после этой обработки? Растения выглядят на сегодняшний момент, а сегодня 22 сентября, здоровые. То есть листовой аппарат зеленый. Корзинка не поражена. То есть закладка, ну это конечно краевой эффект, стопроцентная. Подальше можно тоже посмотреть. Вот, то есть закладочка отличная. Выглядит достаточно неплохо. Итак, уважаемые коллеги, хотелось бы обратить ваше внимание на такое заболевание, как склеротиниоз. И напомнить вам, что склеротиниоза есть в принципе две формы. Это стеблевая форма, которая у нас обычно прогрессирует в начале стебля. И корзиночная форма, которая проявляется непосредственно в корзинке. Как повлиять на данное заболевание? На стеблевую форму мы повлиять, к сожалению, никак не можем. Это вопрос в первую очередь всего оборота. Мы с вами можем повлиять только на корзиночную форму, применяя фунгициды. В частности, Амистар Экстра и Амистар Гол. На данном участке обработка была сплошная препаратом Амистар Экстра. В корзинке мы не наблюдаем корзиночной формы склеротинии, но мы наблюдаем стеблевую форму склеротиниоза, на которую мы, к сожалению, не повлияли, да и повлиять просто-напросто не могли. От стеблевой формы склеротиниоза метод борьбы – это правильное расположение культур в севообороте. Не надо сеять подсолнечник по подсолнечнику, нежелательно высевать подсолнечник по зиму, по яровому рапсу. То есть у них сходные заболевания. Ливан, день добрый. Добрый день, Сергей. Я знаю, у тебя есть производственный посев кукурузы и подсолнечника по 10 гектар. И мы обсуждали, что ты смотришь, что это даст тебе в экономическом плане. Пока еще рано делать выводы. Ждем уборки. Ждем уборки. Подсолнечник вызревает с хорошим успехом, без кислотности. По кукурузе не могу сейчас сказать точно, что получится. Очень сложная культура для нашего региона. А основной вопрос созреет, подойдет ли к уборке или не подойдет. На зерно, да, есть вопрос на зерно. На силоса она всегда здесь вырастает очень хорошая и нормальная. То есть в этом вопросу он никогда не был. Ну, тебя интересует именно уборка на зерно, поэтому интрига остается. Если бы животноводство было бы, я бы даже не забивал голову с одной стороны бы. Конечно, было бы обидно, когда на зерно посеешь, а получишь силос. Ну, согласен, для животноводческих хозяйств есть маневр. Но тебя интересует кукуруза именно как товарная культура, потенциально. Ну что ж, немножко подождем. Подведем итоги в самом завершении сезона. Однозначно. Компания Сингента, да, доволен. Техническая поддержка очень хорошая и отзывчивость специалиста очень высокая.